Жители глубинки заплатят 65 рублей, горожане в два раза больше. Это примерные цифры, и касаются они тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Вопрос о новой системе обращения с мусором сегодня рассмотрели на заседании общественной палаты региона. Участие принял и губернатор. Об этой теме можно говорить бесконечно, но вот конец борьбе с мусором пора положить. Должна помочь в этом принятая терхскема по обращению с ТКО. Согласно ей, в Приморском, Вельском и Котловском районе появится три мусороперерабатывающих завода. Ликвидируют 77 несанкционированных свалок. За логистику ответит региональный оператор. Региональный оператор обязан обеспечить введение в действие автоматизированной информационной системы управления и контроля в серии обращения с твердыми коммунальными отходами территория региона. И обеспечить министерству к недосу в режиме просмотра и контроля в форме онлайн. Тарифы, как было отмечено на заседании, должны утвердить в начале декабря. Возможно, горожанину вывоз мусора обойдется в 150 рублей, жителю деревни в два раза меньше. Другой вопрос – за что платить? Жители сегодня жалуются не только на несвоевременный вывоз мусора, но и на контейнерные площадки. Во многих случаях они размещены прямо под окнами домов, вопреки санитарным нормам. Губернатор призвал ответственных решать вопросы не только с Роспотребнадзором, но и услышать предложения северян. Я знаю целый ряд муниципалитетов, где в результате общения с людьми было выбрано наиболее оптимальное и приемлемое для людей место размещения. И вот я просто настаиваю на том, чтобы мы все вместе поставили самым категоричным образом вопрос перед главой муниципалитетов, чтобы все вопросы размещения в контейнерных площадках были проведены в рамках публичных слушаний, обсуждений с людьми, выработки понятных решений. В центре внимания был и национальный проект «Жилье и городская среда». Общественники мониторят, как работает новый закон о долевом строительстве. Будет ли удорожание квадратных метров жилья и насколько возможности у населения приобретать это жилье будет. То есть вот эти все такие житейские вопросы мы бы хотели разъяснить и дальше контролировать. Коснулись на заседании темы расселения аварийки. 26 тысяч северян получат новое благоустроенное жилье в ближайшие пять лет. Объем средств 22 миллиарда. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Регион 29.